МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через неделю после начала Великой Отечественной войны Сталин был назначен председателем Государственного комитета обороны. Чуть позднее наркомом обороны и главнокомандующим вооруженными силами СССР. В 1943 году ему было присвоено звание маршала Советского Союза, а в 1945-м высшее воинское звание генералиссимуса. Сталинская эпоха возвеличила отца народов как великого полководца. Однако спустя некоторое время среди историков начались споры о его таланте военачальника и о его действительной роли в ходе войны. Итак, победа в Великой Отечественной войне. Благодаря или вопреки Сталину? Полководческий гений Сталина. Историческая реальность или вымысел? В студии историады Алексей Исаев и Илья Мощанский. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, говорить мы будем преимущественно о Великой Отечественной войне, но Сталин полководец. Ведь что-то было и раньше на фронтах гражданской войны. Вот что там было, таланты или какие-то другие качества? На фронтах гражданской войны, когда Жуков и Конев махали шашками в низовых тактических звеньях, товарищ Сталин участвовал в планировании операции стратегического масштаба. Это операция, которая поставила крест на походе Деникина на Москву, когда именно товарищ Сталин написал записку, в которой сказал, вот мы все стучимся, стучимся в них с востока, а давайте пойдем через Донбасс. Исаев Алексей Валерьевич. Окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института. Кандидат исторических наук. Работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны России. Автор трудов. Антисуворов. Десять мифов Второй мировой. Операция «Багратион». Сталинский блицкрик в Белоруссии. А также ряда других работ по истории Великой Отечественной войны. Пошли через Донбасс во фланг Деникину. И все закончилось катастрофой вооруженных сил Юга России. То есть стратег. Да, стратег с очень глубоким горизонтом планирования. Уже тогда, в 19-м году. То есть он был один из тех, кто предопределил победу рабочей крестьянской Красной Армии в гражданской войне. Поэтому его в этом не надо недооценивать. Он был и политиком, и стратегом. Почему он говорил? Давайте пойдем через Донбасс, потому что там шахтерский район, который к нам будет благоволить. И наоборот, для белых это осиное гнездо. Согласен. И стратегия, и политический расчет. Да. Сопорно. Это проявлялось до самого конца войны. Ну, я не во всем согласен в этом вопросе. К 19-му году, да? Гашек в своей книге «Рассказах, как я был комендантом Бугульмой», сказал хорошо, что главное, чтобы победить противника в русской гражданской войне, надо зайти его в тыл. Мощанский Илья Борисович. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны имени Андропова. Полковник запаса. Кандидат философских наук. Российский военный историк. Главный редактор журнала «Военная летопись». Автор трудов. Роковая вязьма. Рубежи славы. А также более 200 работ по истории вооружения, военных операций разных стран и военной истории России 20 века. На самом деле Сталин же его послали туда как уполномоченного по продовольствию. И вдруг он начал... Он был специалист по национальному вопросу. Специалист по продовольствию. Он был хороший менеджер. И вдруг он стал проявлять инициативу и тянуть идиало на себя. Конечно, то, что он высказал, это было правильно. Но, в общем, это было достаточно стандартное с точки зрения, мне кажется, как бы тактический холод. Все-таки гражданская война, она характерна партизанщиной. А это партизанщина была? Это были общевойсковые соединения, которые шли. На самом деле тоже пытались таранить Деникина во фланг. Но не в тот фланг. Пытались наступать на Деникина с востока, а товарищ Сталин говорит, а давайте-ка мы его подденем из Донбасса. И вот тут-то все и посыпалось. И закончилась эвакуация Белых в Крым. То есть, вот это был такой момент, который сразу Сталин проявил, как человек, который умеет соображать, как полководец. Ну, это сложный вопрос, на самом деле. Ведь, понимаете, Сталин получил два уровня победы. Но вот как в «Оскаре». Можно получить за режиссуру лучшего фильма, а можно получить за менеджерские какие-то качества. Он, скорее всего, был все-таки менеджером. И вопрос состоял в том, что вот есть в психологии управления такое делегирование полномочий. Вот насколько он делегировал полномочия тем или иным исполнителям за время руководства, значит, страной в военные годы или какими-то компаниями, вот это и вопрос решался. Ведь смотрите, если просмотреть вот конфликты второй половины 30-х годов. Вот. Испания. Хотя мы участвовали там опосредованно, но уже в 37-м, к концу 37-го года довольно крепко держали в руках управление Испанской Республикой. Вот. Тем не менее, нам так не повезло там, на самом деле. Все харизматичные генералы уровня Жукова, типа Молы, Франка, оказались именно на той стороне, на стороне националистов. Вот. У нас были больше штабные офицеры там. Мы могли поменять людей, могли произвести определенные замены. И у нас там находились советники, могли поменять мяху там, вот, одного, который пил беспробудно, на самом деле. Вот. И неких других командиров. Но решения кадровые были очень странные. Будем так говорить, интербригады, это первые ЧВК, вот, того периода. Почему-то возглавили бывшие австро-венгерские офицеры одной и той же национальности, независимо от того, что там были французы, вот, как говорится, австрийцы, немцы и прочее, прочее. Но это тоже Сталин, вот, в этих процессах. Он принимал в этом участие. Вот. Конечно, опосредованно, но все вопросы, например, связанные с интербригадами, которые были ударной частью, и в том числе даже и с испанским руководством, они определялись и в Москве частично. Потом. Второй, знаете, Хасан. Победа. Но это был краткосочный. Халкингу. Вот. Все начиналось как поражение, и только подключение Жукова на определенном этапе позволило, как бы, победу превратить из первой в более-менее нормальную. Значит, потом Советско-финская война. Первая победа, совершеннейшая победа-поражение, которая во многом повлияла на, значит, то, что Германия напала на СССР. То есть, ввод войск в Прибалтику, я не буду говорить, это просто организационная идти в Прибалтику, Западную и Украину, Белоруссию война. Как отмечает в своей книге «Дело всей жизни Василевский» до сентября 1942 года. Но ведь делегирование полномочий Сталина... Да, вот военачальник. У вас прозвучали такие, ну, очень ненравяющиеся, сочные выражения. Харизматические генералы, менеджеры. Так вот, военачальник. Вы же все-таки военные историки, да, господа? Человек, принимающий правильное решение. Так он менеджер или... Военачальник, на самом деле, военное искусство, оно именно искусство, а не наука. И вот военачальник, он должен принять решение в условиях тумана войны. Это харизматические генералы? Что сделать? Это именно талант. Это вот как человек умеет играть на скрипке, есть слух или нет. И вот у товарища Сталина вот этот вот слух военный был... Был. Был военный слух? Был, но не в том масштабе, как сейчас, с моей точки зрения. Начинают говорить, что это великий, выдающийся полководец. Это великий, выдающийся менеджер войны. Будем так говорить. Вот еще новая квалификация. Да, дело в том, что военное искусство как таковое, управление объединениями, соединениями, это же такая наука. Вот как врачи учат там 6 лет. Все умеют лечить на различном бытовом уровне. А излечивают немногие. А излечивают немногие. К тому же кадровые, ну как бы настоящие врачи в свой круг народных лекарей, как известно, не берут. Так же, как и часто историки оценивают многие вещи, операции, исходя, не имея базового образования. Есть талантливые историки. Я только за, чтобы они анализировали, значит, но все-таки, когда я, например, учился в Академии, я некоторые вещи понимаю по-другому. Вот, например, когда я учился, как я получил двойку по тактике? Я прокладывал путь для зенитно-ракетной бригады, образно говоря. Неделю корпел над картами, все, принес эту карту и получил два. Почему? А потому что я проложил путь через гранитные скалы Заполярья. И когда ваш стоящий преподаватель мне сказал, говорит, ну вот, ты там не пройдешь. Я говорю, а вот я добавлю инженерно-саперных батальонов, мы прорвемся. Он говорит, я там служил 10 лет, ты там будешь вместо недели идти месяц, прорубаясь через скалы, и не пройдешь. Точно так же решение менеджера. То есть менеджер, он делегирует полномочия. А товарищ Сталин читал по 300 страниц книг в день на разные темы. Вот об этом я хотел спросить. Военные книги? Да. По военной истории, по тактике? Он массу читал, да, он читал массу книг. То есть в Академии, как Илья, он не учился, да? Да, но книги, что в отличие, так сказать, от военных, которые иной раз спали на лекциях по истории, как мне рассказывают учащиеся в Академии. Товарищ Сталин очень четко читал разные, вот он вникал в какую-то тему, даже вот отличенная тема, нашли на Колыме золото. Он прочитал кучу книг по золотой лихорадке в Америке. Стал вникать в какую-то тему военную, тактические какие-то вещи. И он в это вникал темпом по 300 страниц в день. И человек мог, обладал огромным талантом по самообразованию. И вот если он во что-то упирался, в это вникал, в этом он становился асом. Опять же, возьмем Испанию. Почему он? Он был не только военным, он был политиком. Он, посмотрю, какие-то мутные троцкисты, анархисты, которые принимают какие-то странные решения. Он, естественно, сразу как менеджер. Поставляем оружие, поставляем. Золото давайте. Любой каприз за ваше золото. И вот это все поставил. А так он, это были операции Иксы и Игреки. Вот в Китай он относился гораздо более... Не, наоборот, в Китай он относился. Вот там молодцы, там хорошо. Вот туда мы будем вкладывать и деньги, и завод им построим. И все на свете. А вот Испания, ребята какие-то странные, мутные. И даже если они выиграют, то непонятно, что нам с этим чемоданом без ручки делать. И вот тут решение, поворотный пункт был именно Сталина политический. При том, что на самом деле он спас Мадрид, когда туда отправили что, танки? Он знал, что, так сказать, новая техника играет роль. Он говорил о том, там, не начинайте операции без господства в воздухе. Вы проиграете. Дело в том, что в прямую в 1936 году управлять кадрами в Испании было трудно. Но в интербригадах мы вполне могли как бы навести какой-то порядок. Но там были просто какие-то странные кадровые решения, будем честно говорить. Действительно, с стороны Сталина здесь сначала было четкое решение, поставляем новейшую технику, причем новейшая техника, которой в Красной Армии было мало. А потом, когда поглубже вникли, нет, мы вот... Вникли ли поглубже, или плыл ли он по течению? Действительно, Испания имела четвертый в мире золотой запас. И главная задача у советского народа, которого золота не было, быстро вывезти этот золотой запас, который только было можно. Ее как-то вывезли. А, все-таки вывезли? Да, вывезли, вывезли. То есть мы... Золотой средней части интереса исчерпан. Потом Франко требовал безуспешно, послевоенное время, возвращение этого золотого запаса. Его вывезли, и где-то здесь он... Нет, по нормальным, разумным ценам продали вооружение. Новейшее, хорошее вооружение. Так, хорошо. Смотрите, прежде чем мы подойдем уже к войне. Вот по поводу самообразования, да, его чтения, интересов. А были ли какие-то учителя? Ну, скажем, вот те авторы, которых он читал, вот можно назвать... Да, вот это вот в военном деле крупнейший специалист. Сталин его читал. Шапошников. Шапошников. Шапошников Борис Михайлович. Российский и советский военачальник, маршал Советского Союза. В мае 1918 года добровольно вступил в ряды Красной Армии. С конца 1930-х годов был одним из главных советников Сталина по военным вопросам. Член Ставки Верховного Главнокомандования. Внес неоценимый вклад в теорию и практику строительства вооруженных сил СССР. Подготовку военных кадров. Это единственный человек, который не был расстрелян, образно говоря, и не сел из высшего руководства, имея... Он хоть и не был дворянином, достаточно почитать книгу моего воспоминания, он все-таки был такой разночинцем семьи, но он все-таки получил военное образование в императорской России. И, по-моему, был полковником уже при Временном правительстве, которого даже солдатский комитет выбрал в качестве командира полка. Он достаточно был такой популярный человек. Мне кажется, что он просто не возражал товарищу Сталину, эффективного менеджера в этом плане. Он давал какие-то советы в этом плане. Хотя, вы знаете, к концу 30-х годов уже несколько мировоззрений наших военачальников было несколько иным. Ведь по поводу Польской войны, насколько я помню, Тухачевский, когда ее проиграл, а он был, в общем, все-таки одним из творцов ее проигрыша, он написал книгу, почему он ее проиграл. А Шапошников потом написал работу, почему Тухачевский проиграл эту войну. Что в этом проблема самого Тухачевского, образно говоря. Такое было, имело место быть. Тухачевский Михаил Николаевич. Военачальник РККА времен Гражданской войны. Военный теоретик, маршал Советского Союза. Добровольно вступил в Красную Армию в марте 1918 года. В Советско-Польской войне 1919-1921 годов командовал Западным фронтом, планировал Варшавскую операцию. В начале 1936 года был назначен первым заместителем Наркома обороны. Работал над совершенствованием армии и вооружения. Рассматривал химическое оружие как полноправное средство ведения войны. Тухачевский был стартапер. Что там говорить, современным языком. Запускал проекты. Да, он генерировал проекты. Притом, надо сказать, что ничего такого особенного, с моей точки зрения, он не придумал. Он просто генерировал проекты, которые ходили в миру в этот момент. Вот есть прекрасная книга Грабина «Оружие Победы». Одна из лучших, по-моему. Ну, это типичные мемуары, которые с документами не стыкуются от слова никак. Да, но зато они очень четко написаны. И вот как они возились с этой универсальной пушкой F-22, которую заставили в том числе... Пушкой, которая может стрелять и по самолетам, и по танкам. Ну, это же абсурд, образно говоря. Сколько на нее извели денег, на этот стартап, сколько ее испытали. И в конце концов пришли к тому, к 42-м году, что появилась ЗИС-3, пушка всех времен народов, где было 613 деталей. А в немецкой пушке ПАК-40 было 1042 детали. Чем меньше деталей, чем проще. Ведь есть же ментальная какая-то эта... У русских всегда какое оружие? Максимально простое и эффективное. Так вот, этот стартапер, ну, с моей точки зрения, истратил много народных денег на непонятно что. Притом, лично, человек он был такой амбициозный. Это было связано с большим количеством романов, образно говоря. Вот, например, про Сталина, про романы мы же ничего не можем сказать. Сталин даже по воспоминаниям Василевского не сидел за своим столом. Вот, то есть, многочисленные фильмы, когда пишут, что приходят на доклад, а он сидит, Сталин. Нет, он никогда, Василевский отмечает в своих мемуарах, что Сталин никогда за столом не сидел. На столе у него лежали документы, а Сталин всегда сидел в уголке стола для совещания. Брал документ, над ним работал, если что, потом опять клал на стол. Сам за вот этим гигантским столом, как мы часто там Гитлером, Уссалене, Сталин не сидел. Это тоже говорит о психологии личности. Это важно. Согласитесь? Но стартапер Тухачевский, он Красной Армии дал защиту от химии. Вот если бы не Тухачевский, мы бы вошли с дремучим уровнем и химического нападения, и химической обороны. Мы бы уж химической войны. Вот в чем вопрос. Это был его единственный удачный стартап? Нет, я бы так сказал, проработка после смерти Триандафилова, теория глубокого операции, глубокого боя. Согласен. Но очень много всяких разработок, они были бессмысленными. Нет, нет. Особенно в ВДВ. Ну, это вот эти падающие кабины, там, планирующие. Это очень много всяких было разработок, которые испытывали на себе сами разработчики, надо сказать, не все они выживали в этом плане. Нет, но все равно глубокий бой, к которому заложена простая идея. Есть оборона противника, надо ее поразить на всю глубину. И тогда мы усмеем ее прорвать быстро. И это работало. То есть, строго говоря, это работало. Но вооружения-то вот эти кошмарные. Так, резолюция Иосифа Викторионовича у нас имеется в данном случае? Мы знаем, что об этом думал Сталин? Ну, как о безумном плане строительства колоссального количества танков? Да. Он Тухачевского плана. Он сказал, нет, страна это не потянет. Все, резолюция не потянет. Он, видите, как менеджер, это понял. Это финансово невозможно. Вот, возвращаемся к этой теме. В первую очередь выдающийся менеджер. Менеджер. Итак, уже война. Вот смотрите, известная историческая схема. Десять сталинских ударов. Десять сталинских ударов. Общее название ряда крупнейших наступательных стратегических операций Великой Отечественной войне, проведенных в 1944 году вооруженными силами СССР. В результате этих операций почти вся территория СССР была освобождена от захватчиков. Успехи 1944 года предрешили окончательный разгром нацистской Германии в 1945 году. Они сталинских или решающих? Они по праву сталинскими называются? Или... Ну, скажем так, естественно, это... Ну, так, не лизоблюдо это плохое слово, но такие, скажем так, излишне восторженные люди. Их можно назвать именно сталинскими. На самом деле их называли даже... Сталин даже предпочитал названия типа мощные или еще что-то. А так, почему их можно назвать сталинскими? Потому что Сталин и те люди, которые, что называется, обслуживали его решения, они принимали, так сказать, куда бить следующим, куда выделять ресурсы. Когда... Есть белорусский балкон. Давайте мы выделим ресурсы, выделим людей умных Василевского жуку, потому что там все застряло, и люди все провалили, все операции. Вот выделим ресурсы, выделим людей и, так сказать, разгромим группу армий «Центр». Да, получился очередной сталинский удар операции «Багратион». Точно так же выделение ресурсов на каждые, так сказать, пицамы киркинееста. И вообще... То есть менеджер. Ну, есть объективные стратегии, которые вынуждали, ну, как сказать, были наиболее благоприятные удары именно там, поскольку внешние обстоятельства определяли то или иной характер боевых действий на том или ином ТВД, понимаете? То есть и менеджер принимал решения, и хороший менеджер должен был расставить так командующих фронтов, чтобы они лично с друг другом конкурировали, как, например, там Конев и Жуков. У них была какая-то история, там, скажем, от 41-го года. И я не думаю, Конев же как написал в своем мемуаре? С 43-го года и дальше. Ну, статьи у него есть по 41-му, да? Нет, есть статьи, но... Из них потом собрали, соответственно. Нет, вот эти советские мемуары, я побеждаю, побеждаю, и в 43-м я начал, война началась в 43-м для меня, и в 45-м, значит, закончилась. Но ему бы никто не разрешил написать про Ржев, даже если бы он захотел. Я читал воспоминания... Нет, про Ржев, может быть. Я читал воспоминания Еременко, например. Там про начало войны неплохо написано. Нет, ну, про начало войны, понятно, Ржев был гораздо более засекречен тем. Да, как бы сказать, оценку ситуации. Вот, например, Еременко считали полководцем обороны. Ну, так было. Сталин, например, называл Мерецкого хитрым ярославцем. И такое было. То есть он любил все докладывать и все согласовывать с составом. Видимо, его так лупили, там, образно говоря, в момент, когда сняли с должности, и он там промучился в застенках НКВД, что он сделал выводы, образно. Это тоже не последнее. И вот это правильно, собрать разных военачальников, разные школы. Знать, кого куда. Знать, кого куда. Знать, кого куда. Жуков Волюбор. Менеджер, да? Менеджер, да? Менеджер. Все-таки, сталинские удары или мощные, решающие? Это вызванные объективной обстановкой удары. Их можно назвать... Сталинские это пропаганда. Можно бы иначе, да? Это пропаганда. Это пропаганда. Да. Нет, но слово сталинские, да, пропаганда. Я, если говорить о вот таком ключевом полководческом решении, это, представьте себе, середина дня 22 июня. Даже люди, которые находятся на границе, они ничего не понимают, что происходит. А товарищ Сталин говорит, у нас есть мобилизационный план, мы его комкаем в корзинку и поднимаем 18 возрастов. И формируем новые дивизии. Что такое 18 возрастов? Это количество людей, мобилизуемых в армию. Планировали... Призывных возрастов. Да. Армия 5,4 миллиона, по призыву 8,6 миллионов. То есть, ну, примерно 3 миллиона надо призвать. А призвали больше, во-первых, пополнить до штатов военного времени существующую армию и наштамповать новых дивизий, вооружить их. Человек уже в 16,45, 22 июня знал, как выиграть... Вот только... Говорите, что это, простите, да, середина дня, 22 июня, да? Часто рассказывают, что именно в середине дня, 22 июня, он был в какой-то прострации, куда-то там... Никакой прострации. Никакой прострации не было. Ну, выступил Молотов и на основании этого говорили, что он в прострации. Но, с другой стороны, а кто довел ситуацию до 22 июня, образно говоря? Почему? Да, в сентябре мы потеряли, да. Теперь, как в мультфильмах. У нас есть новый план. А где же был старый план? А почему старый план не сработал и почему... А сколько зафейлила разведка? То есть разведка, самый большой неудачник 41-го года, это разведка? Разведка докладывала... О чем? О том, что 15 мая начнут? Как был у меня один генерал, говорил, Илья, сделай, чтобы не было хорошо. Вот разведка делала хорошо тем геополитическим, как сказать, ну, идеям Сталина, которые на тот момент складывались все-таки. А дивизии считать им тоже мешал товарищ Сталин, когда они в ноябре 40-го года насчитали дивизии в три раза больше, чем было. И рост был, и считали от этого. А на самом деле у немцев был мизер, и пошло вверх. Кто им мешал нормально посчитать дивизию? Под начальник может подать как? Стакан наполовину полный, наполовину пуст. Это как подвернешь. Нет, дивизии, они в штуках. Они в штуках дивизии. Или 20, или 60. Вот что мешало доложить, что их 20. Если доложили, что 60, потому что работают плохо, потому что с аналитикой хреново. А товарищу Сталину весь этот поток помоев, который он вынужден был сам фильтровать. Мы не знаем, как это происходило на самом деле. Не знаю. Желательно бы, может быть, документы есть, пожалуйста. Там была такая установка, что говорили, пиши так. Поскольку я в этой структуре как бы просуществовал, я просто знаю, что если начальник имеет сложный характер, а начальник имел, Сталин был именем сложный, быстро переменчивый характер, несмотря на все его плюсы, память и все такое, то лучше, чтобы по закону выживания написать то, что хочет. А если соврать, то это кратчайший путь подвал логанки. Можно и не соврать. А можно так подать информацию, что, вот как американцы сейчас подают информацию, что русские выиграют Сирию, но ничего. Наша победа над ЧВК Вагнера показала полную несостоятельность. То есть вы поймите, информацию можно подать. Это наш интерес. Я вчера читал, то есть по поводу боеспособности российской и американской армии. Вот вам, как подача информации. У нас конкретная ситуация. Вот не за столом, за столом, не за столом, или где-то с краю сидит, товарищ Сталин, ему подают стакан, и говорят, Иосиф Сиренович, стакан наполовину пустой. Ему? Ему говорят, наверное, что стакан наполовину полный. Хорошо. Поскольку он как бы определил, какую-то это там, Германия на нас, предположим, сейчас не нападет, образно говоря. Вот. Она нападет на нас. У него было убеждение достаточно последовательное, крепкое. Да кто же его знает. Почему мы не знаем? Вопрос к вам, историки. Почему мы не знаем? Почему не знаем? Мы знаем, что шел поток разновечивой информации, когда тот же Зорге говорил, нападут 15 мая, наступает 15 мая, что нападают, не нападают. И что из этого делать? Опять же, нужен был очень серьезный анализ вот этих всех помоев, которые поступали. Я по-моему говорю, что это в целом, что называется, ложка добавленная уже делает по-моему эту информацию. Не фильтровали. И тем не менее, товарищ Сталин, несмотря на то, что, так сказать, идет противоречивый набор, внутренние округа поднимают, 14 июня поднимают, они едут, и они доезжают к Днепру к моменту, когда туда, так сказать, выходят немцы, имею в виду в Белоруссии. Последний момент меняет схему развертывания, понимая, что что-то пошло не так, разворачивать с Украины в Белоруссию. Тоже принимаются решения. Принимается решение в 22 июня поднимать нового возраста. Откуда взялись те дивизии, которые оброняли Москву? Из Сибири приехали, это выдумки немцев, для которых любой человек в тулупе, это Сибиря. 316-312 дивизии их формировали в Казахстане начиная с июля. То есть в июле было принято решение, формируем пачку дивизий, потом в августе пачку дивизий. Людей вооруженных реально до зубов послали на фронт. Понятно, что они были не обучены. Не все, как говорится, в первом бою зажгли. Но тем не менее, в октябре 41-го года вот эти вот решения, принятые в июле, они сыграли, выстрелили. А до войны начали строить Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж. Ржевско-Вяземская линия обороны. Оборонительный рубеж для прикрытия подступов к Москве с целью не допустить прорыва германской группы армий «Центр» на Волоколамском, Можайском и Малоярославецком направлениях. К концу сентября система рубежей включала Вяземскую, Можайскую линию обороны, а также Московскую зону обороны. Май 41-го года уже намечен Ржевско-Вяземский рубеж обороны. Горизонт планирования был огромный. Так мы же, как говорится, не говорим о том, что не выстрелило. Если составить весь список того, что было сделано и что провалилось, он будет не менее примерно равен на весах. Ну вот что, что не выстрелило? Не выстрелило весь план подготовки к войне. Почему это не выстрелило? Он еще как выстрелил. В 1939 году у нас в армии была полтора миллиона. 22 июня 41-го года у нас 5,5 миллионов было. У нас было приграничных 2,9 миллионов. А в 1939 году этих было бы в разы меньше. Это понятно. Но не выстрелило сам план, который привел фактически в сентябрю разгрому регулярной Красной Армии, вот той сформированной, скомплектованной до войны, и дальше мы перешли к традиционному нашему виду сражений. Вооружили народ и начали войну на истощение с Германией. Вот и все. А если бы были приняты более правильные решения... Гораздо раньше сентября все началось. Смоленское сражение. Немцев заставили бегать, суетиться и разворачиваться в сторону флангов. Когда была директива номер 33 Гитлера? Июль. 34-31 июля. То есть уже тогда, причем товарищ Сталин лично писал, хватит шлепать немцев, давайте по 2-3 дивизии сколачивайте, кулаки со всех сторон бейте. И вот это вот бейте со всех сторон. Но это же партизанский приказ. Нет, это не партизанский приказ. Это же партизанский приказ. Это решение... Вот возвращаемся к этому сюжету. Это решение гениальное. Есть сзади рубеж обороны, который копают бойцы. Немцы прорываются к Смоленку. Все плохо. Что делать? Понимаете, простое, но гениальное решение. Бойцы, бросайте копать окопы и со всех сторон идите и мочите Гота с Гудерианом. И снимайте с них стружку. А вы понимаете, что если бы не были приняты эти партизанские решения, а вели бы войну соответственно правилами, возможно бы противник застрял бы еще или бы из балкона белорусского войска. Не было там ничего в белорусском балконе. Там было так же, как везде, 30 километров на дивизию. Но почему? Ведь мы же не можем это сказать. Если бы, скажем, это делали кадровые, может быть, мы отступали бы медленно, пятились, и не было бы такого количества военнопленных, которые погибли в немецких лагерях именно из-за таких вещей. Ведь это тоже нельзя снимать. Я же как бы с позиции, что мы все время говорим, что это было правильное решение, это было правильное решение. Не рассматриваем какие-то альтернативные вещи. Хорошо, какая альтернатива разгрома белорусскому балкону? Видите, две танковые группы. Две танковые группы это западному фронту в любом случае говорится пятаки на глаза. Это без вопроса. Не задержать там такую большую... Как выйти пешком, обогнать танки Гудериана пешком? Это нереально. Нет, не иметь там просто в этом балконе мехокорпуса. Не было там ничего в этом балконе. Что это такое просто? Это выступ в районе Белостока. Реально там никакого... Там было, что называется, 3-4 дивизии в этом балконе. В этом самом середине сидел 6-й мехкорпус, который во все стороны метался и тушил пожары. Там ничего такого не было. Точно так же, как в Львовском выступе никакого, так сказать, скопления толпы войск не было. Там западноосовый военный круг был обречен. Когда на него бьют сразу 2 танковые группы, Гудериан с Готэм, который наша, опять же, доблестная авиационная разведка не видит. Как узнали о том, что Гудериан ломится от Бреста? Карту нашли в немецком автомобиле, потому что какой-то разгильдяй из передовых частей вермахта карту всей обстановки. Павлов на это посмотрел, руководитель, командующий Западным фронтом. У него волосы встали дыбом, а уже было поздно что-то делать. Так опять же, можно посмотреть с другой точки зрения. А кто разгромил всю нашу авиацию, образно говоря, и командующих? Немцы. Немцы. Флот Рифтгофена. Восьмой авиакорпус Рифтгофена. Она была в таком состоянии, что она не могла... В каком она была в состоянии? Ну, как сказать, не могла... Эвакуироваться? Не эвакуироваться, а сражаться с немцами на равных. Но ведь на аэродромах были скучные, блестящие, серебристые самолеты, вот, образно говоря, летчиков. Достаточно посчитать воспоминания Покрышкина. Там стояли МиГ-3, только вновь полученные, осваиваемые, которые совершенно не подходили под, собственно, воздушную войну, потому что они действовали... Под Москвой были те же самые МиГ-3, и ничего как-то не получилось. И стояли чайки, вот, на которых летали раньше, которые вообще должны были использоваться как истребители-бомбардировщики. Скучино, два состава. Новые, вновь прибывшие, старые. Ну, это мало таких полков было. Таких пара полков было, у которых было два состава. Там у многих было по два состава, вот, а летчиков было даже не на два состава, образно говоря. Вот, и ни один самолет, кто принял этот самолет и использовал его на вооружение непосредственно для фронтовой авиации? Непонятно. Кто принял И-153, хотя это уже было понятно, лебединая песня бипланов на вооружение? И в 40-м году, их уже больше всего сделали в 40-м году, никто уже бипланы, может, кроме американцев, для авианосной авиации не делал. Вот, тем не менее, кто за это все отвечал? Промышенность. Есть главный менеджер? Есть промышленность, какие возможности. А вот теперь товарищ Сталин не виноват. На самом деле, если он не главный менеджер, то он может отвечать за то и за это, и за все. Ну вот разгром авиации вот вешать на товарища Сталина, это излишне, поскольку, так сказать, не он определял, так сказать, защиту аэродрома. Если он главный менеджер, то есть, если заслуги его признаем в области нашего искусства, то значит, и недостатки. Нет, если наши летуны, это тоже часть, военные науки и военные. Что аэродромы атаковать, задача сложная, кровавая, вряд ли получится. А у немцев взяли и сделали. Даже почитать материалы совещания с комсоставом 40-го года декабря, где присутствует товарищ Сталин, где все летуны дружно говорили, что атаковать аэродромы, ну да, это, наверное, хорошо, но это очень тяжело, по опыту Испании, Холхенгола, не взлетит. Оно взлетело. У немцев оно взлетело. Так, смотрите, еще такой вопрос. Вот были ли какие-то Шапошникова уже упоминали? Были ли еще какие-то другие, вот, ну, любимые и нелюбимые, но доверенные военачальники у Сталина? Быстро Жуков. Жуков Георгий Константинович. Советский военачальник, маршал Советского Союза, четырежды герой Советского Союза. В 1941 году провел удачную операцию по ликвидации Ржевско-Вяземского выступа на Западном фронте. Организовал оборону Ленинграда. Координировал действия фронтов в битве под Сталинградом. Будучи командующим Первого Белорусского фронта, осуществил операцию по разгрому берлинской группировки немецких войск. Жуков очень быстро завоевал его доверие. Вот кто? Ведь кто он такой был в 1939 году? В общем-то, один из многих командиров соединений. Кавалерист. И он быстро завоевал доверие. Сталин умел, опять же, но это скорее не полководческие качества, это качества человеческие. Он говорит, кадры решают все. Хотя тот же Василевский писал, что он трудно сходится с людьми и многим не доверяет. И приводил этот известный пример с генералом Ивановым, ну это про Штерна, когда человек во время боев на Халкинголе доложил, будучи в оперативном управлении работы, по-моему, был начальником оперативного управления доложил, что Штерн прилетел в Читу. А Штерн задержался, не долетел в Читу. И Сталин на следующий день сказал, что ваши люди лгут. И на Иванова этого сыпались как бы все громы. Год прошел, два, его там судили в судном чести, отправили на Дальний Восток, потом он там в действующий арм, потом опять его в Генштаб взяли. И сколько лет прошло, и он все время помнил про этого Иванова, который обманул и говорил, чтобы глаза моего не видели, то есть у Сталина была выдающаяся память, это правда. И вот этот пример, который можно прочитать в книге Василевского, там в деталях расписано, что он вообще не забывал ничего. Да, не забывал, как Мехлис в Крыму облажался, все, Мехлис стал для Сталина фигурой нон-грата. Мехлис Лев Захарович, советский государственный и военно-политический деятель, генерал-полковник. С июля 1941 года заместитель Народного комиссара обороны СССР в 1942 году был представителем Ставки Верховного главнокомандования на Крымском фронте. После провала Керченской оборонительной операции, названной Керченской катастрофой 1942 года, Крымский фронт был расформирован. Мехлис понижен в звании до корпусного комиссара и снят с поста заместителя наркома обороны и начальника главполитупра. Он как бы не был прямо отлучен, что называется, сослом. Тем не менее, Мехлис перестал быть человеком, которому стопроцентное доверие. Да, я читал, что 68 человек сменили за первые два года войны на должности командующих фронтов и таких знаковых. По одним данным 68, ну это как считать, статистика делала такое, а другим 43. Вот эта чехарда, она все-таки принесла какой-то результат? Или это был хаос? Принесла результат, потому что выдвигались звездные команды. Вот был, например, классический пример звездная команда Рокоссовского. И вот эта команда во главе с Рокоссовским, она взлетела и, так сказать, тоже опять же завоевал доверие Сталина. Хотя у него тоже были промахи, у него были неудачи, но вот Рокоссовские и его команды стали пользоваться доверием. Сложилась система к 43 году, я так думаю, к концу Сталинградской битвы уже, даже в ходе Сталинградской битвы сложилась целостная уже система, которая мало менялась уже до конца войны. То есть как и при каких обстоятельствах нужно было действовать, как проходили совещания, там скажем, ежедневно, как проходили доклады, в каких случаях начальник генерального штаба или там крупный военачальник выезжали на фронт, когда координировали операции. Вся эта система просуществовала до 45 года. Смотрите, система сложилась и действовала до конца войны. Сталин, каким был элементом этой системы? Главным. Не, ну Сталин, конечно, был главным, но у него система была очень своеобразная. Он всячески старался направлять людей на фронт. То есть Василевский был начальником генерального штаба. Человек должен сидеть в Москве, так сказать, и держать сените, а его гоняют по фронтам. Точно так же Жукова. Постоянно гоняли с фронта на фронт. И вот эта система, она заключалась именно в вот этом институте представителей ставки. Потому что мы знаем только самых известных, Василевский, Жуков, но был еще Воронов, карьера которого закончилась неудачами в Белоруссии зимой 1943-1944 году. То есть были представители, которые решали. Отрицательным опять же примером представителей ставки был Мехлис. Но потом Тимошенко, который слетел с должностей уровня командующего направления, он был представителем ставки. Но тем не менее он был представителем ставки. И тоже был человеком, которому доверял Сталин. И координировавший действия фронтов. То есть вот это всяческое выдвижение многих решений на местный уровень. Понимаете, на втором этапе он больше делегировал полномочий. Об этом и Василевский. Хотя, опять же, любые воспоминания являются субъективными воспоминаниями человека, но он отмечал, что после того, после сентября 1942 года в сознании Сталина произошли какие-то изменения. После этого он стал очень часто как бы полагаться и делегировать полномочия профессиональным военным. И часто говорил такую фразу, черт, а что же вы мне раньше-то не сказали о том, о сём. боялись докладывать о реальной обстановке, потому что боялись гнева на самом деле как бы верховного и боялись докладывать о реалиях. А после этого сложилась более демократическая система, вот, системы совещаний, системы ГКО, там, значит, когда они... То есть, системе, о которой мы уже говорили, да, после третьего года. Вот. Она была уже более делегировала полномочия профессионалам, и дела сразу пошли лучше. То есть, его задача была отобрать нужных и составить их командующих фронтов, там, скажем, меньших начальников в таком порядке и в таком сочетании, чтобы они эффективно действовали. Ну, как Шевченковская операция, когда конь втянула дьявол на себя. То есть, нужно было создать элемент соревновательности. Надо, чтобы люди были разные, чтобы подходили там. Там, Ватутин в своё время рвался вперёд всё время там в наступление, даже когда было не надо. То есть, надо использовать качество того или иного, той иной личности, ведь все же командующие личности, правильно, для того, чтобы выполнить задачу. И вот в этом и есть задача. Это лидерство уже, конечно. такое делегирование... Выявлять личности и делать ставку на эти личности. Да, делегирование полномочий вот этих военных лидеров, чтобы добиться нужного результата. За это ему и дали два орена победы, как бы, Сталина. Не только за это, но и в том числе. Заслуженно. Заслуженно. Победы заслуженно. Как мы... Он получил как менеджер. Не, но всё же, приняйте решение. Вот опять же, Курская дуга, 43-й год. Доверять, не доверять тому, что сообщила разведка. А что она сообщила? Она сообщила, что перехватили радиограмму с немецким планом наступления на Курскую дугу. Да. Перехватили англичане. А наши, так сказать, разведчики, англичан это подсмотрели и передали нам. То есть не добровольные англичане это передали? Нет, не добровольные. Да. Наша, как говорится, Кембриджская пятёрка в щёку подглядела. Ах, это она, да? Да. Кембриджская пятёрка одна из самых эффективных нелегальных разведывательных групп СССР за рубежом. Была создана в 1934 году и состояла из выпускников Кембриджского университета, выходцев из состоятельных аристократических кругов Англии, работавших в британской разведке или дипломатических структурах. В неё входили Ким Филби, Дональд Маклин, Гай Бёрджес, Энтони Блант и Джон Кернкросс. В 50-х годах сеть была раскрыта, но её участники не преследовались. И вот надо было доверять этому или не доверять. Потому что вот если даже как говорится, расстелить в советском генштабе карту расположения немецких войск за неделю до цитадели, по ней ничего понять нельзя. Где будут ударные кулаки? Ну вот нельзя. Можно что-то найти в интернете это куда-то посмотреть. Нет, ну нельзя. Как говорится, никаким профессиональным взглядом. Доверять, не доверять. При этом подстраховаться, опять же, что всегда делал Сталин. Вот что он был, это можно назвать менеджерством. Накопление резервов. Вот как эти 312-е, 316-е дивизии. В июле начали формироваться, в октябре под Москвой встали, уперлись и не пустили. Точно так же было в 42-м году, когда накапливали резервы, и когда посыпался фронт на юге, можно было эти резервы готовыми. Готовы, это означает, люди обучены, вооружены, худо-бедно, понятно, по маркам 42-го года. В 43-м году тоже подготовка резервов. Если Курская дуга будет срезана, если все будет плохо, за ней встанет Степной фронт, и Москву мы не потеряем. А вот если все будет хорошо, мы эти резервы раздадим, так сказать, фронтам, и они погонят немцев к Днепру. И вот это постоянное накопление резервов, когда... Но ведь перед этим был 42-й год, когда неправильная оценка, было же мартовское совещание, по-моему, 42-го года, когда, в общем-то, и Шапошников говорил, не надо начинать активные наступательные операции, надо отбиваться от немцев, накапливать резервы. Товарищ Сталин же прилет. Нельзя на двух тысячах километрах, вот если даже всех там закопать, в землю и обложиться минами, во-первых, их нету, в таком количестве, потому что еще компонентов для взрывчатки при лендолизе не поставили в достаточных количествах, поэтому с минами не оливали. Можно же было устроить как бы оппозиционную войну. Оппозиционную войну на двух тысячах. А опять получили кучу пленных. Людей-то жалко. Эти же эксперименты все были кровавые. Две тысячи километров не держатся позиционно, потому что всегда немцы найдут место, где прорваться и пойти дальше. Поэтому нужно было действовать активно. Еще одна фраза, которую я просил откомментировать. Людей жалко, а Сталину жалко было людей? Да, безусловно, жалко. Тимошенко взбесил Сталина, когда наплевательски отнесся к своим людям, которые попали в Миллеровский котел, когда он не смог внятно доложить, сколько людей вышло. Тимошенко Семен Константинович. Советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза. Великую Отечественную войну главнокомандующий войсками западного и юго-западного направлений. Командующий войсками западного, юго-западного, Сталинградского и северо-западного фронтов. Как представитель Ставки Верховного главнокомандования координировал действия ряда фронтов, принимал участие в разработке и проведении некоторых операций. Тимошенко был сослан и, как говорится, идет сразу, идет донесение, идет яростный, как говорится, ответ на него. И на следующий день, хотя начинается Сталинградская битва, Тимошенко снимают. Понимаете, тут такое дело, Сталин был чрезвычайно обаятельным человеком. И главная для него цель жизни, это была власть. Ведь он после себя оставил после смерти несколько пиджаков, пару сапог и пять курительных трубок. Само по себе богатство его не интересовало. Для него вся жизнь существовала, то есть и никакой личной жизни у него не было, за исключением того, что он кино смотрел, какие-то небольшие увеселительные... Кино тоже для дела смотрел. Он тоже для дела смотрел, театр посещал. Он все делал для дела. Извините за тавтологию, но получается, что... Да, делал для дела. И получается, что, если он понимал, что неправильное отношение к людям как-то поколеблет или подорвет его существование во главе этого государства, он мог казаться таким обаятельным. С другой стороны, все его промахи, эксперименты привели к громадному количеству пленных. И неимоверным страданием этих военно-пленных в немецких лагерях, потому что мы же не подписали никакие конвенции. Нет, нет, нет. Подвенцию... Ну, не первая конвенция. Нет, а конвенцию обязан соблюдать сам тот, кто ее подписал. Германию подписал, она была обязана обращаться с пленными нормально. Поэтому тут логика несколько другая. Что касается котлов, то причина этих котлов это новые механизмы войны. Это танковые группы. Сталин понимал, что эти механизмы уже вступили в действие. Эти механизмы были... Он следил за развитием событий, как стратег. Вот в том-то дело, что для... Почему были проблемы в 41-м году? Советское, как говорится, и командование, и Сталин, они обладали весьма туманными представлениями о том, как работают эти механизмы. В том числе, потому что разведка несла ахинею о том, как устроена немецкая танковая дивизия. Почитаешь документы, открываешь июнь 41-го года, 16-го июня, через неделю война. И волосы встают дыбом от сравнения того, что там написано, как и про 500 танков, включая 300 тяжелых, и реальных численностей дивизий. Почему вот эти механизмы войны? Прогностики ясны. Да, характерный приказ Наркома обороны, подписанный Сталином, о том, что мехкорпуса упраздняем, танковые дивизии упраздняем, оставляем только танковые бригады и батальоны. Причем было прямо написано, вот танковой дивизии нет. Поэтому, когда ее реально вернули в структуру, ее называли деликатно «корпус». Господа, я поддался на обаяние вашего темперамента историков, вашу эрудицию, надо подводить итоги. Смотрите, я несколько наивно сформулировал такую постановку задачи, вот в небольшой преамбле, победа в Великой Отечественной войне, она благодаря или вопреки Сталину? Но, тем не менее, ответить надо. Я понимаю, что все-таки благодаря больше весит, чем вопреки. Вот ваше мнение. Я считаю, благодаря. И решение 22 июня, то есть это благодаря, если бы у нас был другой человек, то последствия могли быть самыми тяжелыми. Благодарите или... Если бы у нас был другой человек, то, возможно, все протекало бы по-иному. А раз протекало так, я считаю, что это великий полководец с мыслями менеджера, в первую очередь. Вот. А это была вторая часть моего вопроса. Если благодаря, да, Иосифу Вестерионовичу, то в качестве кого или чего? Менеджера? Менеджера. В качестве человека, достаточно разбирающегося в военном деле, для а, принятия решений, и б, подбор кадров. Кадры решили все. То есть понятно, что нужно было подбирать кадры. Вот подбор кадров и понимание, что этот человек разбирается в военном деле, для этого надо было самому в нем что-то смыслить. Квалификация в военном деле у него была. Да, была квалификация и умение работать с кадрами. И умение работать с кадрами. Насколько еще эффективна была его политика формирования вот послевоенного пространства? Вот то, что мы получили после войны. Ну, мне кажется, что он выжил из ситуации максимально. Даже если говорить, что Югославия откололась, но с этими же Балканами никто никогда не может разобраться. Они же там как пауки все время в банке. Друг друга, вроде бы как болгары, там и сербы, а друг друга ненавидят, там, образно говоря. Мне кажется, что максимум, что было можно, он выдавил. Надо достаточно произнести одно слово. Польша. То есть, Англия и Франция вступили в войну из-за Польши 3 сентября. И вот эта Польша в конце войны досталась, как можно сказать, объект в сфере интересов Советского Союза. Отлично. А это уже, как говорится, совсем другая история. Мы ее обязательно отыграем. Спасибо вам огромное. Сложный сюжет. Как мы понимаем, дискуссия идет очень напряженная. Вот у нас она удалась, как мне кажется. Спасибо вам огромное. Алексей Исаев, Илья Мощанский. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok